МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Урале надвинули стали железобетонные пролетные строения. Ведь загруженность моста серьезная. Он связывает Пинский столин и является одним из главных элементов крупной транспортной артерии между Беларусью и Украиной. На данном этапе мост полностью асфальтирован. Разрешено движение. Правда, пока только для технологического транспорта. Рабочие монтируют ограждения и другие элементы. Работа кипит несколько смен, пока погода позволяет. К слову, путепровод будет отличаться от прежнего. Ширина проезжей части составит 11 метров, а вот длина останется прежней – 400 метров. Согласно проекту, с правой стороны по ходу движения установят новый декоративный въездной знак. Оборудуют две смотровые площадки с видом на Пинск, построят пешеходные и велосипедные дорожки, будет подсветка и другие архитектурные решения. На минувшей неделе в Пинске и Пинском районе произошли два пожара. 13 января в девятиэтажном доме по улице Федотова огонь вспыхнул в одной из квартир. Пожарных вызвала супруга собственника жилья. Через 10 минут после звонка спасатели прибыли на место происшествия. На полу в одной из комнат обнаружили хозяина квартиры. Его удалось спасти. С ожогами правой стопы и отравлением продуктами горения лёгкой степени спасённого доставили в Пинскую центральную больницу. Причина пожара известна – хозяин курил в постели. 19 января в деревне Плещицы Пинского района огонь охватил жилой деревянный дом. В результате пожара была повреждена внутренняя отделка, окна, имущество, закупчены стены и потолок. Его хозяйка осталась без крова. Причина возгорания устанавливается. Подведены итоги третьего этапа Республиканской олимпиады по учебным предметам. Он проходил с 13 по 17 января и стал последней ступенькой на пути к финальному туру. Пинск представляли 99 учащихся. Из них 42 стали дипломантами. Максимальный уровень подготовки показали 13 пинчан и были удостоены дипломов первой степени. Как показал анализ областной олимпиады, пинские учащиеся сильны по следующим предметам – история, обществоведение, немецкий язык и технический труд. Наибольшее количество олимпиадников у трёх гимназий города – средних школ номер 16 и номер 1. Точное количество пинчан, которые будут представлять наш город на заключительном этапе Республиканской олимпиады, станет известно чуть позже. Школьница из Пинска приняла участие в телепроекте «Я знаю». Он выходит в эфире Белтелерадиокомпании при поддержке Министерства образования. Кто автор известного телефонного приветствия «Алло»? Можно ли наблюдать созвездие Южный Крест в Беларуси? И какая река самая длинная в нашей стране? Это лишь малая часть непростых вопросов, на которые нужно было ответить пятиклассников из разных уголков Беларуси в интеллектуальном шоу. Наша юная землячка Стефания Ладыга не просто приняла участие в программе, но и вышла в финал. Ученица пятого класса средней школы номер 2 города Пинска учится на отлично, при этом успевает уделять время спорту, музыке и танцам. В свои 11 лет Стефания – победитель как школьных, так и городских олимпиад. Я участвую во всех олимпиадах школьных, а в городских я участвовала в четвертом классе в олимпиаде по математике, русскому и белорусскому языку и английскому языку. По математике я заняла диплом третьей степени, по русскому языку диплом второй степени, а в белорусском языку диплом первой степени. Несмотря на то, что Стефания не прошла в суперфинал, у нее есть шансы побороться за звание победителя в самом масштабном образовательно-соревновательном проекте страны. Сейчас юная пинчанка вторая в рейтинге. На западной МиниТЭЦ в Пинске установят электрокотел. Реализация проекта началась еще в конце прошлого года. На территории уже подготовили строительную площадку, демонтировали старое оборудование. На сегодня здесь активно идет строительство. Работники подрядной организации СПМК-28 ведут работы по подготовке и заливке фундамента под здание насосной станции и двух баков аккумуляторов. Объем каждого – 1300 кубических метров. Именно отсюда будет поступать вода в тепловую сеть. Оборудование будут устанавливать по мере подготовки площадки к монтажу. Сам электрический котел установят в здание главного корпуса западной МиниТЭЦ. Это позволит снизить количество сжигаемого топлива в годовом разрезе и снизить выбросы загрязняющих веществ в воздух, сообщает руководство пинских тепловых сетей. Команда клуба карате «До Эдельвейс» пополнила копилку наград. Пинские спортсмены выступили на очередном международном турнире ВКФ. 18 января в городе Шауляй состоялся 20-й открытый чемпионат стран Балтии. В престижном турнире приняли участие 40 команд из пяти стран – Эстонии, России, Латвии, Литвы и Белоруссии. Около 600 спортсменов боролись за право подняться на пьедестал почета. На самую его высокую ступень каратисты из Пинска поднимались пять раз. В разделе «Ката» – технические комплексы пинские спортсмены завоевали одну золотую медаль. В Кумите поединке в весовой категории свыше 75-килограммов у мужчин победителем стал мастер спорта международного класса Александр Курган. Золотые медали в поединках также завоевали Максим Каспирович и Дарья Вобещевич. В самом престижном разделе соревнований – командном Кумите – среди спортсменов 12 и 13 лет пинчанам не было равных. Команда Эдельвейса завоевала золото и признана лучшей. Всего по итогам чемпионата в активе у пинчан – пять золотых, столько же серебряных и десять бронзовых наград. На тренерском совете лучшим признано выступление Дарьи Вобещевич. В итоговой турнирной таблице команда клуба «Каратэ до Эдельвейс» заняла четвертое место. У остальных белорусских клубов места распределились с 11 по 32. Впервые в Пинске выступит белорусская группа «Сити Джаз Квартет». Коллектив музыкантов сформировался в 2012 году, и сегодня многие меломаны знают его как «Квартет профессиональных джазменов». Концертной площадкой для выступления группы в Пинске станет детская школа искусств, которая находится по адресу улица Заслонова, 8. В среду, 22 января, ее двери будут открыты для всех любителей джаза. Начало концерта в 18.00. В Пинске в минувшее воскресенье 19 января отметили завершение колядок. В языческие времена этот праздник был главным событием каждой зимы. После принятия христианства наши предки умело вплели любимые зимние забавы в канву религиозных праздников. Так, на Пинщине традиционно состоялся колядный фестиваль «Ой, прошли колядки». Его участники с песнями прошли главной площади города, где состоялся конкурс колядных постановок и караоке-шоу. Среди ряженых были обязательные персонажи. Это медведь, который приносит в дом силу и здоровье, и коза – символ хлебосольности и урожайного года. Во время народных гуляний прозвучало немало песен, которые традиционно поют на колядке. Пинщин развлекали творческие коллективы, работали торговые ряды и выставка ремесленников. Прогноз погоды на 22 января. На большей части территории Беларуси выпадут осадки в виде дождя или мокрого снега. В Бресте плюс 4 днем, ночью около нуля. В Витебске 2 градуса тепла днем, ночью минус 3. В Гомеле днем 4 градуса выше нуля, ночью минус 2. В Гродно днем плюс 4, ночью минус 1. В столице Беларуси днем 4 градуса тепла, ночью 2 градуса мороза. В Могилеве плюс 4 днем, ночью 3 градуса ниже нуля. В Пинске 22 января ожидается облачное. С прояснениями погода возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный 8-10 метров в секунду с порывами до 17. Днем воздух прогреется до 5 градусов Цельсия, ночью ожидается около нуля.